Вернулась 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 свой духовный выбор в Херсонесе, и который первый город, который основал в своей жизни, это был город Владимир после крещения, наверное, в этом есть какой-то промысел, какое-то значение. И я убеждена, что будет обмен выставками, я убеждена, что будут совместные проекты. Возможно, даже вместе встанем на интермузей, это тоже будет интересно. Но что касается Владимира Судовского музея, был, есть и будет. Я готова ответить на ваши вопросы. Пожалуйста. Дмитрий Николаевич, все-таки у вас какая-то будет ревизия итогов в последних двух лет? Что будет возвращено назад? Какие-то вещи конкретно принципиально уже сейчас понятны? Можно я отвечу на ваш вопрос? Несколько неожиданно. Несмотря ни на что, работает детская студия «Подсолнышко». Сохранился русский дом. По сути, это одна экспозиция детского музейного центра, которая не претерпела, так сказать, фатальности разбора. И дети каждый день приходят сейчас к нам на праздник и пишут открытки. И вот 3-й Б-класс, 46-я школа. Мне сейчас коллеги принесли по моей просьбе. Это открытка сегодняшнего дня. Дорогой дедушка Мороз, открой нам детский центр. Мы любим ездить в палаты. Нам здесь нравится. Дальше написано очень резко. По-детски я выгоню директора, который закрыл детский центр. Но здесь так написано. Радикальная открытка. Следующее. Открой нам, пожалуйста, детский центр. Директор, нами здесь занимаются. Верни старого директора. Ну, я не хочу, не очень мне нравится слово старый, конечно. Но что делать. Дорогой дедушка Мороз, пожалуйста, привези нам обратно мамонта. Это наш самый любимый зверь. Он очень красивый и очень пушистый. Все дети его очень ждут. Катя. И она мамонта нарисовала. Дорогой дедушка Мороз, желаю всем здоровья и счастья. Но чтобы вы не думали, что мы сделали какую-то вам имитацию, я вам показываю, что это написано детской рукой. Дорогой дед Мороз, пусть все хулиганов поставят на горох в следующем году. Это значит, что надо делать старорусскую школу, как я понимаю. Сделай так, чтобы мы с классом пришли в старую школу. Дедушка Мороз, очень просим тебя сделать так, чтобы в музее палаты вернулся наш любимый мамонтенок. Мы его очень любим и скучаем по нему. А еще медведи и всех других зверей. Мы снова хотим добывать огонь и играть в охоту. Лицей номер 14, второй б-класс. Но это может бесконечно продолжаться. Значит, понятно одно, что детский центр надо делать. Вы спросили о ревизии. Конечно, она проходит. Для того, чтобы понимать, что и как, надо просто понимать, на какой параллели, на какой горизонтали мы сейчас находимся. Тем более, что в настоящий момент в музее идут две проверки. Одна из них финансовая по государственным субсидиям. А вторая проверка касается именно вопроса сохранения культурного наследия, состояния памятников и все, что с ним связано. Я думаю, что мы в следующем году обречены на очень такой напряженный и, надеюсь, плодотворный труд. Самым для меня главным вопросом был, есть и остается вопрос о сохранности памятников. Я читала в прессе взволнованные сообщения о состоянии золотых ворот. К счастью, коллеги в отделе, поскольку замдиректора по реставрации сократили достаточно давно, этот отдел теперь называется отдел капитального строительства, но суть это не меняет. Это отдел, который будет заниматься именно вопросами сохранности памятников и реставрации. К моей огромной радости, нужные заявки в Министерство культуры сделаны. Сделаны заявки на проект реставрации золотых ворот, подана заявка, и, соответственно, надеюсь, что получим разрешение на работу по Дому Столетовых, поданы заявки по Дмитриевскому собору. Вы знаете, там тоже есть некоторые проблемы. Кроме того, сделали заявку по Рождественскому собору в Суздале. Ну, а дальше будем смотреть. Я очень надеюсь, что наше финансовое состояние в следующем году позволит нам, даже если не будет финансирования по программам через Министерство культуры, я надеюсь, что мы сможем какие-то вещи выполнить и за собственные средства. Во всяком случае, восстановление детского музейного центра, наверное, придется делать за собственные средства, заработанные музеем-заповедником. Кроме этого, я вижу своей задачей достаточно, насколько это возможно, быстрое возвращение музея Хрусталя в Красной Церкви. В настоящий момент уже выполнены новые витрины, их сейчас расставляют. В понедельник, если успеем, в крайнем случае во вторник, будет проведен ученый совет по концепции этой выставки. Мне не разделились. Кому-то хочется кусочек музея Хрусталя из гуся Хрустального с исторической составляющей. Это привычная, традиционная форма. Кому-то хочется показать самые новые, самые неожиданные работы современных художников. В этом тоже есть своя правда. Кому-то хочется показать ретроспективу истории Гусевского завода, начиная с послевоенного времени, когда на завод пришла плеяда очень интересных художников из Санкт-Петербурга, и они стали фантазировать, используя старые художественные традиции. И эта коллекция великолепная. И вот будет ресталище, традиционное для научной среды. Это нормальное состояние. И каждый будет доказывать свою точку зрения. И надеюсь, что в ходе этой битвы, а времени на нее очень мало, надо делать музей, родится музей Хрусталя. И он будет новым. Что касается детского центра, ну вот дети просят мамонта. Ну, наверное, его придется вернуть. У нее такое ощущение. Но поймите, что вот просто взять и делать реплику, ну, побелить стены, что-то подновить, возможно, сделать более удобные витрины, и вот так просто идти, абсолютно восстанавливая то, что было, ну, мне кажется, это не очень здорово, неинтересно. Вот мы зашли в экспозицию «Старые игрушки». Уже новые кадры подросли. Девчонки за это время возмужали из детского центра. И они сразу говорят, Светлана Евгеньевна, нам не хватает места. Нам нужен интерактивный музей. Нам нужно больше пространства. Сейчас малышня может лазить только по кораблю. И это ей очень нравится. А у нас родина Великого Лазарева. Вы знаете, я теперь вот по-другому ко всему этому отношусь. Потому что на воскресную службу я очень часто ходила в собор Святого Владимира, не тот, что в Херсонесе, а тот, что в центре города Севастополя. И стоишь и смотришь на могилы четверых адмиралов. И понимаешь, что один из них наш, Владимирский. А вот юбилей его во Владимире, по-моему, прошел тихо. Никто о нем не вспомнил. А Лазарев для России, я даже не знаю, создатель Черноморского флота, факультеты Государственного Севастопольского университета, находятся в Лазаревских казармах. И это одно из самых красивых, наверное, ряд зданий, которые я там видела. Там Лазарев на каждом шагу. И перед самым отъездом я была приглашена на торжественное собрание Офицерского собрания Черноморского флота, где вниманию присутствующих был представлен памятник адмиралу Лазареву. Дело в том, что он погиб во время войны. Он стоял на северной стороне, был очень высокий и не сохранился. И вот точно таким же, каким он был, есть решение его восстанавливать. И мне кажется, что в нашем детском музейном центре должно найти место для Лазарева, причем во всех формах. И в игровой для детей, и в более серьезной для людей более старшего возраста. В Севастополе, как нигде, ну не знаю, как это объяснить, в воздухе, в обстановке, там чувствуется боль. Я не могу это объяснить словами. Когда стоишь на Аграфской пристани и представляешь, как люди прыгали на корабли во время Великого Исхода, а ноябрь в Кремле, в Крыму, это ужасное время. Это пронизывающий ветер, это холод, это стальной цвет воды. И мне в жизни выпало счастье. Ну, молодая была, дурочка, конечно. Я познакомилась с сыном Врангеля. Он в составе экскурсантов приезжал в Суздаль. И мы сидели на скамейке около крестовой палаты, и он рассказывал о том, как отец руководил погрузкой белых офицеров на корабли, когда они уходили из Севастополя. И у меня даже мысли не возникло. Взять что-то, записать по свежим впечатлениям, попросить кого-то сделать фотографию, как-то зафиксировать этот момент. И только потом уже понимаешь, какую тебе радость дарит жизнь, какие удивительные события и встречи. И я знаю, что Врангель встал на колени, поцеловал Графскую пристань и попрощался с Россией. И вот эта тема исхода, она как-то невольно сразу для меня перехлестнулась с темой Ивана Шмелева. А ведь он в этом здании работал 8 лет. Он 8 лет был здесь чиновником по особым поручениям. А мы, если вы помните, из Парижа привезли фантастический комплекс. У нас есть все для того, чтобы восстановить его последний рабочий кабинет. И последнее, что мне осталось, это сгонять, пока искра в землю не ушла, у хозяйки в Париж, забрать его стол и его чемодан. И то, что мы сможем воссоздать кабинет Шмелева даже с той самой последней в его жизни иконы, на которую он смотрел, уезжая в дом инвалидов, ну разве это не достойно того, чтобы быть здесь, в детском, юношеском образовательном центре? А сколько еще удивительных имен, событий, впечатлений? Поэтому перед сотрудниками детского музейного центра и перед научным коллективом стоит очень непростая задача. Детей не разочаровать, дать им то, что им хочется, чтобы оно было, и в то же время создать что-то новое. Светлана Григорьевна, можно уточнить, что вы сказали о том, что проводят проверки, что проводят проверки и в принципе вот вы лучше, чем мы видите ситуацию, которая здесь происходит. Как вы думаете, или может быть уже намерения какие-то есть, все-таки возможно ли обращение в правоохранительные органы для какой-то оценки деятельности предыдущего руководства в каких-то моментах? Вот или неужели это? Вы знаете, для меня существует понятие, слово, конечно, дурацкое, но другое в голову не приходит, корпоративной этики. Та проверка, которая сейчас проходит в музее, она носит совершенно плановый характер. Это Росфиннадзор, казначейство, и она была бы в любом случае. И в ходе этой проверки проверяются государственные субсидии. Проверка не закончена, актов я еще не видела, поэтому говорить о каких-то результатах, как использовались государственные субсидии, я вам на этот вопрос ответить не могу. Вторая проверка, она носит характер как раз сохранности материально-культурного наследия. Но я вам скажу, что вот одну вещь уже можно сказать, о которой мне сказали проверяющие, что недостаточное количество смотрителей в экспозициях. И сегодня я уже подписала приказ о том, чтобы в штат были введены еще три смотрителя. Этого недостаточно. То есть в ходе этой проверки проверяются, как хранятся экспонаты, какого уровня витрины, какая система сигнализации, какая система безопасности, какой уровень автоматического пожаротушения. Это вот такого характера. Какие будут дальше проверки, да Бог его знает. Для меня сейчас самое главное это выдохнуть, успокоиться, сказать себе Светлана Евгеньевна, ты вернулась домой, в родной музей. Около тебя очень много людей, которые могут прекрасно работать. И будем начинать работать. Вот даже возвращаясь теперь к этой близкой для меня теме исхода, в этой теме важен даже не то, не столько стон и плач. В этой теме гораздо важнее осознание ужаса гражданского противостояния и понимание, как это может отразиться на судьбе каждого человека и каждого из нас. Не скрою, что в этом смысле для меня очень перспективным кажется проект восстановления Муромцева. Вы знаете, что мы этим очень серьезно занимались. И сейчас, когда страна переживает вот такое непростое состояние, я бы никогда не почувствовала, что такое санкция, если бы не пожила в Крыму. Это совсем другое ощущение, поверьте. И мне кажется, что сейчас очень важно найти место, где потихонечку будет собираться русский мир. Вот тот самый русский мир, который когда-то сел на корабли и частично ехал за пределы страны. И мы сейчас думаем о том, что в мире сейчас выросло третье, четвертое поколение тех русских людей. И они хранят архивы, документы, письма, вещи. И очень хочется, чтобы эти материальные свидетельства их жизни, их боли, их чувств, их отношения к Родине к нам потихонечку возвращались. И вот имение Муромцева, хозяин которого, стал ярчайшим представителем этой трагедии, она очень подходит для этой темы. Мы когда читали описание его смерти, когда были в Висбадене, я представила одинокого человека, лежащего в этой маленькой комнате, у которого был дом в стиле замка, Луары, у которого были каскадные пруды, заводы, который первый купил динамо-машину в фирме «Симмонс». Куда-то она исчезла, к сожалению. Нам эта фирма писала, просила ее найти, у которого было шесть автомобилей, по тем временам невероятных по своей прогрессивности, и многое-многое другое. И вот он один лежал на этой кровати в Висбаденской гостинице и уходил из жизни в одиночестве. А где-то в далеком Ментоне просила о помощи практически нищая его жена. Елизавета, которая, наверное, могла себе позволить все, что угодно, которая проводила очень много времени на лучших курортах европейских. И, конечно, они же шиковали, конечно, они были людьми, которые много себе могли позволить, но это люди, которые построили школу музыкальную. Мы сейчас читаем документы и узнаем о том, что Владимир Семенович Храповицкий постоянно устраивал летние праздники для своих служащих. И даже у нас сохранилось меню тех продуктов, которые он покупал для этих праздников. И надо просто понять, что жизнь бывает очень разная. Сегодня она такая, завтра она другая, но при любых обстоятельствах надо оставаться русским человеком, по-настоящему русским. Продолжение темы возвращения, кроме того, что были закрыты экспозиции в Одесский Центре и некоторые другие, еще многие сотрудники были вынуждены уволиться, ну или кого-то уволили, кто-то танушил. Как сейчас вы будете строить кадровую политику? Будете возвращать тех людей, которые, если, конечно, они захотят вернуться? Может быть, кто-то уже вернулся? И что бы с людьми из команды Конышева, с его замами, многочисленными, они уволятся? Ну, в настоящий момент уже достаточно много подано заявлений об уходе по собственному желанию. Причем это произошло как-то, в общем-то, достаточно быстро. Кто-то ушел на больничное. Относительно возвращения, ну, меня уже в одном издании как бы упомянули в таком ракурсе, что я уже вернула огромное количество людей из старой команды. Это не соответствует действительности. В настоящий момент я сделала предложение бывшему заведующему реставрационным отделом вернуться. Я очень надеюсь, что она вернется. Не скрою, я позвонила Николаю Андреевичу Морозову. Я очень просила его вернуться. Но в одну году два раза не возьмешь. И учитывая тот факт, что впереди я все-таки надеюсь у нас Владимир 20 века найти такого, как Коли Морозов невозможно. Но он сказал, что я уже старый, я должен заниматься своими внуками. Но я убеждена, что когда он будет появляться, мы найдем какие-то формы, чтобы пользоваться его опытом. Для того, чтобы кого-то вернуть, должны освободиться места штатного списания. И вот неслучайно мы так назвали музей перезагрузка. Я честно и откровенно на встрече с коллективом сказала, что каждый из вас должен доказать свою реальную необходимость музею-заповеднику. музей-заповедник это не социальная организация, где люди числятся и получают материальное вспоможение для существования. Это место, где надо хорошо и творчески работать. Я не хочу называть имена, я не хочу называть фамилии, но когда в моем присутствии Мацуева спрашивают, это подрядчик, а когда Салаухина считают великим живописцем, то с такими людьми мне работать сложно. Существует школа, существует высшее учебное заведение, пускай они учат людей. А наша задача, чтобы к нам приходили учиться, становиться настоящими музейщиками. А программы средней школы и высшего образования надо проходить в профильных местах. Еще по поводу должностей научных сотрудников или же упразднили, что сейчас я не представляю себе музея без научной деятельности. Другое слово, что научная деятельность музея это не в чистом виде научно-исследовательская деятельность, которая бывает в институтах. Наша научная деятельность имеет прикладной характер. И я совершенно официально заявляю, что любая музейная экспозиция, любое музейное издание это итог научной деятельности. Иначе грош нам цена. Олег Николаевич Гуреев 29 числа возвращается в музей Забоведник в качестве заместителя по научной работе. Генерального директора Слава Евгеньевна, за вашим объясните. Моим? Я еще пока не уволена. Слава Евгеньевна, можно еще уточнить, вы встречались, одни из самых первых встреч, вы встретились с Владыкой и встретились с губернатором. Скажите, пожалуйста, какие вот тут точки взаимоотношения, новые точки взаимоотношения, просто и считаете ли вы, что за время вашего отсутствия, может быть, это сечение обстоятельств объективное, ситуация передачи церкви объектов, она как-то осложнилась? И когда будут какие-то результаты работы согласительной комиссии, которая должна была начаться буквально в ноябре? Спасибо за вопрос, он очень болевой. Я действительно считаю, что за последнее время эта ситуация осложнилась. Но я хочу сказать, что она осложнилась повсеместно, потому что когда проходила встреча в Министерстве культуры, рассматривали ситуации не только Владимира Судовского музея, но и Кирилла Беннадзерского музея, и Ростовского музея. Там согласительные комиссии уже прошли. Наша впереди. Когда она будет назначена, ну, наверное, это определит епархия Министерства культуры, ну, а я уже буду вызвана по факту. В чем проблематика ситуации сегодняшнего дня? Никогда, конечно, в мою бытность не было такой объемной заявки на памятники. Периодически обращались по поводу золотых ворот, были одиночные обращения по поводу Спаса Пребраженского собора в Суздале. Вы хорошо знаете историю про Георгиевский собор в Кусе Хрустальном. И это все было при мне, и всегда это было очень непросто. Сейчас заявок, если не ошибаюсь, 14. Я говорила об этом в Москве и говорю сейчас. Вот в нашей стране так случились обстоятельства жизни. Вот они так случились. И это данность, с которой мы должны считаться. Но если сразу после войны, в 45-м году, изнывающая от ран послеваленная страна создала реставрационные мастерские для того, чтобы поднимать памятники, наверное, это что-то значит. И эти памятники были воссозданы. А потом встал вопрос, кто этими памятниками будет руководить. Идеология страны понятна. И вот тогда в 58-м году создаются первые семь музеев-заповедников страны. И мы с гордостью можем сказать, что Владимир Суздальский был сильнейшим среди этих семи заповедников. Если сегодня все эти памятники будут переданы в управление и пользование епархии, значит де юра они выходят из состава архитектурного музея заповедника. Тогда скажите мне, а где же архитектурный музей заповедника? Что получается? Для меня это абсолютный парадокс. Тем более, что такие памятники, как Успенский собор, Дмитрийский собор, это не только памятник России, это памятник мира, и это зафиксировано в определенных документах, это действительно памятники всемирно исторического значения. И они, конечно же, должны быть под оком государства. Другой вопрос, что мы должны соответствовать этой высокой миссии, вот поэтому у нас должны быть высочайшего уровня специалисты, реставраторы-архитекторы, химики-биологи, которых привлекаем на работу, историки, реставраторы, научные сотрудники, потому что такое богатство надо уметь хранить. В этом смысле я вижу очень большую проблему. Другой вопрос, который здесь надо упомянуть, в новом законе отсутствует такой пункт, как совместное использование памятника. И вот нет такого единого понимания среди иерархов Русско-Православной Церкви, культурного сообщества, что надо этот пункт вести. Вот я считаю, из моего опыта работы это был правильный пункт. И вот пример того, как мы прекрасно работаем вместе, это пример соработничества в Успенском соборе. Он показывает, что это нормально. Мы что, реставрацию в Успенском не проводим? Кстати, я была потрясена этими ужасными публикациями, в которых перечислялось, что Успенский собор находится в ужасающем состоянии. Ну, мои хорошие, посмотрите, я хоть время прошло, но очень хорошо помню, кровля заменена новой системой крепления без применения болтов, протечек нет, оконные заполнения заменены, электрика новая, подсветка новая, фасады были отреставрированы специальным раствором, по этому поводу еще были большие крики, помните, была публикация «Одели Успенский собор в серые штаны», была неправильно выбрана замазка, обмазка стен белокаменных, сделано благоустройство прилегающей территории, но, видимо, взяли какой-то старый паспорт с перечислением того, что надо сделать, и просто тупо это перепечатали, ну, такое бывает, бог с ним, самое главное, что памятник цел. Я не говорю, что проблем нет, есть, конечно, но просто надо этим системно заниматься. И для меня вопрос взаимоотношения епархии и музея-заповедника, я его просто транслирую, как просто вопрос, быть или не быть Владимиру Суздальскому, историко-архитектурному, прежде всего, и художественному музею-заповеднику. Я думаю, что такие серьезные организации, как Владимир Суздальский музей и епархия найдут взаимопонимание, может быть, мы вообще будем пионерами, с нами это часто случается, сделаем собственное соглашение о использовании памятников, найдем консенсус и спокойно будем работать. И реставрация будет идти, и служба будет идти, потому что периодически ведь такие моменты будут возникать. Я знаю, что накануне каждого 1 мая ко мне будет обращение по поводу иконы Максимовской Богоматери, потому что это день памяти иконы Максимовской Богоматери, и это реликвия, это святыня, и, так сказать, воцерковленные мы, не воцерковленные, но это данность, данность нашей культуры, нашего мироощущения, значит, православные верующие должны иметь какую-то возможность поклониться этому памятнику, этой иконе. Будем думать, мысли есть, скрывать не стану, дело за малым, деньги дайте. Светлана Евгеньевна, тоже наборевший вопрос по частным экскурсоводам, как будете с ними выживаться в следующем году, они прямо загорли в ожидании, и, например, если приедет, например, китайца, да со своим частным экскурсоводом из Китая, или другая, как будете поступать? Вы знаете, по поводу китайцев, я, по-моему, второй или третий раз рассказываю эту историю с момента заступления на должность. У нас в Крыму тоже появились китайцы, первые иностранцы, которые добрались до санкционного региона. И, поскольку два года до меня вход на территорию Херсонеса был бесплатный, и экскурсионное обслуживание в Херсонесе Таврическом тоже было абсолютно бесплатно. Приезжали люди, брали наших экскурсоводов, а то и сами, естественно, возили какие-то угодные экскурсии. Я услышала совершенно замечательный кусочек экскурсии под перевод для китайских туристов, что меня убило окончательно и на всю оставшуюся жизнь. Поверьте, я не преувеличиваю. Екатерина II была в интимных отношениях с Распутиным, это очень не понравилось Ленину, и это стало причиной Октябрьской революции. Поэтому, ну это, конечно, здорово и интересно. Я утрирую. И среди тех частных гидов, которые работают на пространстве Владимира Суздальского музея, наверняка очень много знающих специалистов, глубоко знающих историю, интересующих своей землей. Мы взяли паузу для того, чтобы разобраться с этой ситуацией. Но давайте помнить о том, что на сегодняшний момент существует закон о культуре. И в этом законе о культуре есть статья номер 53, которая четко говорит о том, что экскурсионной деятельностью на территориях государственных учреждений культуры, в том числе музеев и музеев-заповедников, могут заниматься люди, имеющие договор с данным учреждением культуры. На протяжении более чем 40 лет экскурсионной деятельности музея-заповедника мы этим славились и мы этим занимались. Школа подготовки экскурсоводов была, есть и будет. Если вы готовы экстерном сдать экзамен, пожалуйста. Но меня немножко удивляет тот факт, если я не ошибаюсь, аккредитацию получили 46 экскурсоводов в прошлом году. Ни один экзамен не был отклонен. Вы можете поверить, что вот абсолютно все идеально прошли экзамен? Я в такие экзамены не верю. Возможно, я не права. Возможно, интеллектуальный уровень за последнее время так скакнул высоко, что я до него не могу допрыгнуть. Но это рождает некоторые мысли. Может быть, сегодня кого-то не очень волнует качество. Может быть, это и не самый главный вопрос. Но юридическую составляющую мы обязательно должны соблюдать. Так что взяли паузу, сдавайте экзамены, заключайте с нами договор, выходите на поля Владимира Суздорского музея, но вы будете подконтрольны Владимира Суздорского музею. Это значит, что в любой момент вас могут прослушать методисты, что вас всегда будут приглашать на занятия, что вы постоянно будете повышать свой уровень. И пройдя школу экскурсоводов, вот эта поддержка форма, она всегда бесплатная. Мы приглашаем искусствоведов, мы приглашаем исследователей, мы делаем итоги реставрационной работы. Вот проверяющий человек из Министерства культуры первое, что сделал, возя ко мне в кабинет, протянул мне карточку. Вот жалко, я ее не взяла. Людмила Николаевна, экскурсии Боголюбова, Суздаль, Кидыкша, Владимир, Иванов. Фамилии нет Людмилы Николаевны. Ну я позвоню по этому телефону, любопытно, что за Людмила Николаевна. И у него, как у сотрудника Министерства культуры, конечно, это вызвало удивление. А он ее просто поймал в Суздале около колокольни. И человек спросил, скажите, а что с колокольней происходит? Она сказала несколько слов, потом напряглась и быстро исчезла. Понимаете, если бы это был экскурсовод Владимира Суздальского музея, то он бы дал абсолютно полную информацию, что же такое с колокольней происходит на данный момент. Для нас это важно. Возможно, я вызову чье-то недоумение, но я всегда жила и, наверное, вряд ли уже изменю свое мнение. Я считаю, что музеи несут очень серьезную идеологическую функцию государства. И мы в федеральных музеях должны отвечать за свои территории. Никому отказа нет, пожалуйста. Светлана Евгеньевна, вы, когда будете в Крыму, вы наверняка очень внимательно следили за всем, что происходит здесь в музее и вообще во Владимире. И, наверное, видели ту волну, которая поднялась против нового руководства музея и новых порядков, самое главное. Как вы относитесь к тому, что здесь произошло, повлияло гораздо неожиданно. И как вообще вы оцениваете то, что люди, весь город, собственно, понравился. Я вам хочу сказать, что большую часть своей жизни я прожила, ну, знаете, как в коконе. Для меня было само собой разумеющееся, что музей стоит на педестале, что мнение музея очень важно, с ним считаются. Но я считаю, конечно, в этом огромная заслуга Лисваны Аксоновой, того, что музей прошел, как он жил. И, конечно, я была не готова. Сейчас я считаю, что у музея есть серьезные имиджевые потери, которые надо восстанавливать. Я, знаете, чего боюсь, я вам честно скажу. Когда какой-то механизм набирает ход и приобретает ускорение, то остановиться очень сложно. И я понимаю, что в ближайшее время мы будем в зоне особого внимания. И я не хочу вас обидеть, но я это очень почувствовала в Крыму и в Севастополе, что гораздо интереснее журналистам описывать какие-то острые, необычные темы, столкновения, противоречия и так далее. Вот мне сейчас хочется, простите, просто покоя. Вот спокойно проанализировать ситуацию и насколько это возможно ненервозно работать. От этого зависит, какие будут экспозиции, какие будут проекты, какие будут интересные решения. Я вот сейчас шла и ловила себя на мысли, что мне мешает в палатах. Я никак не могла для себя определить. Ну, вроде бы девочки постарались и украшения новогодние сделали, да, насколько смогли это быстро сделать. Вот и арку украсили, и там ёлочки кое-где появились. Знаете, что меня напрягло? Я вдруг почувствовала, что мне мешает эхо. Пусто. Я сегодня спросила, была здесь до обеда, до обеда палаты посетило три человека. Прошлую пятницу в палатах не было ни одного человека. Вот это, наверное, проблема, над которой надо будет очень серьезно поработать. Очень серьезно. Я не скрою, что посещаемость это очень важная составляющая выполнения нашего государственного задания. Мы люди государевы, и у нас есть определенные критерии выполнения задания, определения результатов нашей деятельности. И посещаемость, конечно, здесь далеко не последняя история. С другой стороны, есть такое понятие, как антропологическая нагрузка на памятник. Это тоже надо учитывать. Здесь у нас это не так страшно, как в Херсонесе, на археологическом пространстве, но, тем не менее, такой вопрос есть, и мы будем его решать. И надо сделать так, чтобы посещение было комфортным, и в то же время мы будем стараться делать все возможное, чтобы поток наших туристов не заканчивался. Для музея это важно. Если, наверное, нет посетителей, так зачем они вообще нужны, спрашиваются. Поверю. Светлана Геннадьевна, можно к вопросу? Как Вы оцените вот эту верболичную мудхоналию, которая расположилась перед Вашим музеем? Это по поводу антропологической нагрузки и всего остального. Будете ли Вы как-то униклировать эту ситуацию? Я Вам больше скажу. Я никогда не скрывала свое отношение к этой истории. Мне это не нравится. Это имеет право на жизнь в рамках временной конструкции. Когда идут рождественские праздники, когда продают рождественские сладости, когда 10 дней народ мается, чем бы заняться, куда бы сходить, как развлечь детей. Но в городе есть парки, поэтому такие большие аттракционы на фоне Успенского собора, конечно, мне не нравится. Я еще раз повторю, мы люди государевы, и мы работаем в рамках законодательства. это в первую очередь охранная зона памятников, во вторую очередь это буферная зона ЮНЕСКО. И Успенский собор, и Дмитриевский собор это памятники, входящие в список здесь как бы наложения двойной ответственности. И я помню, каким кошмаром для нас было, когда заливали каток, а зима как-то противилась, видимо, этому обстоятельству, и он очень быстро подтаял. И как мучились наши дети, наши бабушки, родители, когда приводили к нам детей с абсолютно мокрыми ногами. И особенно расстраивались все эти снежные королевы и снежинки, когда им нужно было туфельки переодеть, а ноги были мокрыми. Ну вот, слава богу, скотка нет, но я еще раз говорю, я отношусь к этому плохо. И если мы действительно любим Владимир, то совсем не обязательно ставить огромные картонные буквы, чтобы об этом заявить. Светлана Геннадьевна, вот вопрос немножко про статистику, про цифру. Правда, что приходишь, как-то выросла эта статистика посещаемости или что больше денег зарабатывали при нем? Вот он действительно эффективный менеджер или об этом разговаривает? По поводу посещаемости, она близка к тем цифрам, которые была у нас. Но я вам могу сказать честно, что вопрос подсчета посещаемости это очень тяжелая история. И сейчас сотрудники музея-заповедника как раз проводят служебное совещание по поводу того, как учитывать наших посетителей. Я объясню. Экскурсионная группа приезжает во Владимир. 30 человек. Она идет и в ходе экскурсии проходит через 3-4 экспозиции. В рамках организованной группы это одна группа. Там ровно 30 туристов. Человек приходит в палаты. Если он купил единый билет, можно посчитать, что это один человек. Этот человек прошел через 4 экспозиции. это посещаемость. Это все правильно, визит. Он мог зайти, мог не зайти. То же самое, когда мы говорим о экспозиции, которая находится на территории города. Когда индивидуальное посещение. Поэтому сейчас Министерство культуры в ближайшее время должно выдать нам единую методичку методики подсчета посетителей. для города важно понимать реальное количество людей, которые приехали во Владимир. Это необходимо с точки зрения расчета нагрузки гостиниц, рестораны и вся остальная инфраструктура. Для музея заповедника важны другие вещи. Нам надо знать, какие музеи посещаемы, в какие музеи какая категория людей идет. Куда идут дети, куда идут китайцы. Практика показывает, что наша сегодняшняя самая большая категория иностранных туристов, им совершенно неинтересна историческая экспозиция Владимира Юли Суздаля. Им неинтересна крестовая палата. Им безумно интересен музей древянного зодчества. Это музей, который побивает все рекорды. Потом выяснилось, что им очень нравится лежать на траве в Суздальском Кремле. А вот зайти внутрь тех помещений, которые находятся в Кремле, такого желания нет. С точки зрения доходов, да, доходы увеличились. Но я знаю, что стоимости были повышены и в работе с туристическим сообществом, с туроператорами и входные билеты. Ну, будем сейчас с этим разбираться, но ситуация такова, что мне придется об этом думать. — Судья, тут очень рядом с моим вопросом по вопросу под открытием. Как раз по стоимости билетов и по введению платы за вход в Кремль выяснили отказываться от этой практики? Потому что здесь была такая шумная история, да? История была очень шумная. Ну, что я вам хочу сказать. Ну, вот в Севастополе я тоже прошла эту историю, когда после двух лет нужно было ввести платный вход на территорию. Во-первых, для жителей Севастополя вход на территорию Херсонес абсолютно бесплатный. Я думаю, что для жителей города Суздаля вход на территорию Кремля тоже должен быть абсолютно бесплатным. Возвращаясь к потоку туристов из Китая, вот это иногда бывает единственное место, куда они заходят. это территория Кремля, где им нравится фотографироваться на фоне зеленой травы и вот этого деревянного храма. Третий вопрос. На огораживание Кремля, на покупку этой кассы, на введение онлайн-касс, на приспособления совсем недавно потрачены серьезные деньги государственные. С этим тоже надо считаться. я знаю, что мы будем стараться вести гибкую политику, особенно с владимирскими туроператорами, мы будем учитывать количество тех туристов, которые привозят операторы и разрабатывать какую-то систему скидок. Но вот сейчас однозначно сказать, что я откажусь от платы на территорию Кремля, мне сложно ответить на этот вопрос. Хотим мы или не хотим, но экономический фактор надо учитывать. Можно смешать насчет билетов задали вопрос. Сейчас мы встречались с учительницей, которая ведет детей в детский музейный центр. И она рассказала такую историю, что когда они посещали золотые ворота, давали два билета. Она приходит с группы 20 человек. Значит 20 человек учитель в билете за посещение ворот и столько же за экскурсию. То есть может быть с этим связанным учением посещаемости в прошлом древне? Это когда было? Ну это было зимой. Я думаю, что с этим. Я думаю, что с этим. учитывался дважды. Да, получается, если такая система подсчета, то да. Вот мы как раз недавно собирались и я дала задание проанализировать эту ситуацию со всех сторон, потому что нам важно, какое техническое задание мы заложим в программу наших онлайн-касс. Как это будет учитываться. Поэтому одно только могу сказать воправдание, что это проблема, которая по-разному решается в разных странах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА